Уважаемые выпускники школ, уважаемые выпускники техникумов, дорогие родители! Сегодняшняя ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, потребовала особых изменений в организации учебного процесса. Эти изменения коснулись не только самой деятельности школ, вузов, техникумов, но и приемной кампании, на пороге которой вы все стоите. Мы посчитали своим долгом проинформировать вас об особенностях приемной кампании в 2020 году. Данные изменения закреплены нормативно-правовым документом Министерства науки и высшего образования, которое 3 апреля 2020 года выпустило 547 приказ. В этом приказе определены эти изменения, и сегодня мне хотелось бы их сравнить в том плане, что было и что стало. Так вам будет более понятно, к чему подготовиться. Итак, если раньше для подачи документов необходимо было личное присутствие или доверенного лица, то сегодня подача документов, прописанная на поступление в вуз, осуществляется только в дистанционном формате. Второе. Сдача вступительных испытаний, проводимых в вузах, осуществлялась в аудиториях под камерами видеонаблюдения. Теперь же вступительные испытания, их сдают выпускники техникумов, поступая в институты, будут сдавать эти испытания только в дистанционном формате. То есть, сидя у себя дома за компьютером. Третье. Изменились сроки сдачи ЕГЭ. И вы все слышали, президент Российской Федерации объявил начало сдачи ЕГЭ 29 июня. Это практически на месяц позже того, как это было традиционно. И исходя из этого, конечно же, сдвинутся и сроки приемной кампании. Но предполагаем, что к 1 сентября мы уложимся. И 1 сентября все студенты дружно сядут за парты. Зачисление в вуз, четвертая особенность, осуществлялось с подачей оригинала документа, оригинала аттестата. И после того, как вы отдавали оригинал в тот вуз, который вы его подавали, то да, в общем-то, и предполагалось ваше зачисление. Сейчас не потребуется ваш оригинал, потребуется письменное заявление согласия на поступление в вуз. Его вы можете подать сразу с документами, уверив в то, что у вас высокие баллы, и вы по всем рейтинговым группам проходите для поступления в этот вуз. А можете подать, как и оригинал, своего документа в конце работы приемной кампании. Но обратите внимание, здесь особенность, заявление согласия можно подавать только в один вуз. Если вдруг вы подали в один вуз, а потом, в общем-то, вам пришло приглашение из другого вуза, и вы написали заявление и в другой вуз, и одновременно проходит зачисление в два вуза, то вас Миноборнауки отчислить сразу из обоих вузов. И вот эта угроза должна вас нацелить на то, что очень серьезно отнестись к подаче заявления согласия на зачисление в вуз. Только один вуз. И пятое. Если оригинал документа ранее представлялся перед зачислением, то теперь вы берете на себя обязательство в течение первого года подать оригинал документа в вуз, который вы зачислены для обучения. Положения, которые практически не изменились. Так же, как и ранее, можно подать заявление в пять вузов на три специальности. Абитуриенты, которые поступают на основание аттестата, обязательно поступают на основание ЕГЭ. Выпускники техникумов поступают на основании результата внутренних испытаний. Льготные категории граждан и поступающие по целевому набору идут вне конкурса и зачисляются самыми первыми до начала этапа зачисления. Зачисления проводятся в три этапа. Первый – приоритетное зачисление, льготные категории и целевой набор. Первый этап – 80% от количества бюджетных мест. И второй этап – до 100% заполнения бюджетных мест. Итак, какие копии документов вы должны прикрепить к системе, чтобы было принято ваше заявление? Первое – паспорт, страницы с фото и пропиской. Делаем копию, сканируем или фотографируем. Документы об образовании – аттестат или диплом, делаем копию или сканируем. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, результаты Олимпиады, результаты ваших побед – личностных, спортивных, профессиональных. Документы, подтверждающие особое право для тех, кто имеет льготы при поступлении. И для выпускников техникум при поступлении в ВУЗ обязательно фотография 3х4, поскольку вы сдаете вступительные испытания. Много было споров и разговоров о том, сколько же ЕГЭ будут сдавать наши абитуриенты для поступления в ВУЗ. И здесь, в общем-то, однозначно решение принято. ЕГЭ как были определены в ВУЗах, так и остались. Основные ЕГЭ, которые были. Для всех абитуриентов, поступающих в ВУЗы, сдается ЕГЭ по русскому языку. На технические специальности, дополнительно к русскому языку, еще математика профильная и физика. На экономическое направление и гуманитарное, дополнительно к русскому языку, математика профильная и общество знания. А теперь для поступления в ядерный университет МИФИ в городе Волгодонске и в городе Москва и в любом филиале. А их у нас 13 по Российской Федерации. Что необходимо сделать? Пять шагов для поступления в Витине ЯУМИФИ. Первое. Заходим на сайт нашего института Витине ЯУМИФИ и нажимаем кнопку «Подать заявление дистанционно». Заполняем заявление на поступление. И если вы определили для себя это приоритетом, сразу можете написать «Согласие на зачисление». Распечатать эти документы и подписать. На третьем этапе сканируем все эти документы. Нет сканера. Фотографируем все необходимые документы. Копии тех, которых я ранее называла и тех, которые вы сейчас подготовили. Убеждаемся в их читаемости и прикрепляем к системе. Отправляем. Ждем ответ. Получили статус «Заявление принято». Очень хорошо. Вы спокойно понимаете. С вашими документами начали работать. Не получили заявление. Ожидайте звонок. Вам обязательно перезвонят и попросят уточнение и каких-то дополнительных мер. В случае неполного представления документов. Приемная комиссия начала работать с 18 мая. Мы принимаем документы для поступления в магистратуру. Это выпускники предыдущих лет по программам бакалавриата и специалитета, которые уже могут сейчас подавать документы. Выпускники, которые поступают на программы бакалавриата и специалитета, могут подать свои документы с 15 июня. Предполагаем, что завершение приема документов состоится 15-20 августа. Программы СПО. Выпускники 9 классов идут по уже отработанной схеме поступления в техникумы. Для них ничего не изменилось. Как и ранее, студенты поступали по среднему баллу аттестата. И этот средний балл аттестата является основой для зачисления на бюджет или вне бюджета. Прием документов начинается с 15 июня. Окончание сроков приема документов 15 августа для тех, кто поступает на бюджет. 25 августа для тех, кто поступает на договорную основу. Эта же программа действует для тех выпускников 11 классов, кто отказался от сдачи ЕГЭ, определив для себя траекторию среднепрофессионального образования. Уважаемые абитуриенты, впереди напряженная ситуация. И вы хорошо понимаете, что еще месяц подготовки дополнительной – это, с одной стороны, плюс. Есть возможность повысить свой средний балл, повысить свой балл ЕГЭ. Совсем по-другому мы отреагируем с точки зрения напряжения. И можно, в общем-то, и перегореть, как у спортсмена на длительном старте. Мы верим в ваши силы. Для этого на нашем сайте есть специальные программы, есть специальные системы, которые позволят вам дистанционно продолжить обучение. И 29 июня, к началу ЕГЭ, вы будете в полной боевой форме для успешной сдачи ЕГЭ. Мы желаем вам успехов. И верьте, ваше будущее в ваших руках. Есть повод сосредоточиться, нацелиться и победить. Продолжение следует...